МАКСИМАЦИЯ Здравствуйте, это канал Максимации, и сегодня я вам покажу, как пройти второй сезон на 100% в игре 5-д ремастер от наших не очень-то навистных социал-медиалайф-продакшн. Ну, по крайней мере, не очень-то навистных для меня, как насчет для вас, не знаю. В общем, говоря, что мы делаем? Третий сезон я так и не научился, пока проходить на 100% очень сложно. Прошел пока вот только один уровень на 100% в гимнастику, и то, кстати, через несколько раз с большим трудом эти уровни на 91-97% прошел, а этот пока пройти до сих пор не смог, потому что на этом уровне постоянно бажится пробка, ну, которая от щитка, и она постоянно то и пропадает из инвентаря, внезапно просто берет и исчезает из инвентаря, либо она не ставится в щиток. То есть он пока сделает, а пробка не ставится. И вот, ну, это реально печальная печаль. Я очень надеюсь, что полная версия такой не выйдет с багами. Я вот, я много жаловался в игре Neighbors Back From Hell, ремастере 2020 года, официальный, на различные недоработки всякие, на которые не очень приятно смотреть. Но они, но эти, все эти недоработки, благо, совершенно не мешали, не вредили прохождению игры. Но, а вот здесь, а вот в этом ремастере переизбыток этих багов, которые значительные, критические, ведь из-за них ты уже не можешь нормально играть, и тебе приходится перезапускать уровень в какой-то момент. В какой-то момент, можно, они не заставляют перезапускать уровень, но сильно, значительно вредят прохождению. А уж, когда простаешься пройти на 100%, так тут вообще говорить нечего. Ладно, короче, поехали. Первый уровень, День матери. Собственно, я его на 100% прошел еще, когда первый раз играл во второй сезон на видео. На 100% там же и прошел. Но, тем не менее, поскольку это видеоинструкция, как пройти все уровни второго сезона на 100%, я покажу его еще раз. Почему бы нет? Я очень надеюсь, что я ничего не забыл. Но вроде бы я все практиковал. Сложнее всего, на мой взгляд, пройти второй уровень из второго сезона на 100%. Там надо четко с попугаем рассчитать. Баги в этой игре повсеместны. И они дико бесят. Вот серьезно. Я понимаю, это бета-версия неполная, но она очень забагованная и недоработанная. Так что, такие вот дела. Будем надеяться, что полная версия не выйдет такой. Если полная версия выйдет тоже с таким количеством багов, то это будет просто позор. Это позорный релиз будет, за которым, я думаю, СМЛ ничего не останется, кроме как начать обещать фанатам обновления с исправлением. Им ничего не останется, как в срочном порядке выпускать патчи с исправлениями багов. Потому что такой фейл не простят, если такой фейл будет. Вот я вспомнил, кстати, вот есть такая игра, ведь бокс, WWE, 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 да, вот такими буквами она называется. Я сумочку, наверное, забыл посмотреть. Сейчас посмотрим. Или, или, а, нет, посмотрел, я ошибся. Так, значит, идем наверх. Вот, вот, еще один баг, который я терпеть не могу. Короче, начинать нужно отсюда. Начинаем отсюда. Я просто сейчас никуда деться не могу, мне же нужно было предметы все взять. Для начала. Короче, в этой WWE 2K20, части 2020, которая, вот она вышла, очень просто мега позорный релиз получился. А все из-за количества багов, потому что играть в это было просто невозможно. Там постоянно, постоянно пропадали текстуры, персонажи проваливались под текстуры. Многие у персонажей как-то выпрямлялись вообще не в ту сторону. Ну и много чего тоже неприятного происходило. И Sony вместо разработчиков игры даже официально извинилась и возвращала бабки всем, кто купил игру на PlayStation 4. Так, вот в этой багости нас ждет мини-игра, где нужно не промазать. Очень аккуратненько нужно вести. Вот так. Так, собственно, вот это в камеру. Это вот так. Вот ненавижу такие баги. Вот. Сработало. Сейчас сработало. Иногда персонаж отказывается пак сделать какую-то или заходить в дверь даже. Это, блин, нафиг убешивает просто. Да, собственно, как мы видим, мамаша тут разрешение... Разрешение у мамаши ниже, чем у соседа. Пиксели как бы больше видны. Но это все потому, что здесь консольные версии взяты спрайты, а в консольные версии разрешение ниже, чем в ПК-версии, когда с соседа. А, надо вот что сделать. Надо отсюда удрать. Потому что пакости закончатся именно здесь. И уровень не должен закончиться, собственно, если будет находиться в той же комнате, что и сосед. Иначе это будет проигрыш. Тут не как в оригинале. Вот, 100% заработали. Замечательно. Короче говоря, просто... Здесь все просто. Надо начинать просто отсюда. Так, солнечное утро. Вот его пройти довольно трудно. Здесь надо четко рассчитать момент с попугаем. Особенно такие расчеты очень нужны в третьем сезоне. Так, собственно, собираем все вещи. И ждем... И пока просто стоим, ждем здесь. А, кстати, про WWE 2K20 не договорил. Короче говоря, после такого провального релиза разработчики отказались выпускать WWE 2K21. Потому что второй фейл к ряду студии не простят. Но WWE 2K22 уже все-таки выпустили, а WWE 21 пропустили. Потому что после такого провала они решили... Нет, лучше, наверное, взяться за ум и по... и по... постараться сделать... научиться более годные игры делать. Пока пакости здесь не делаем. Можем просто закрыть зонтик, это пакости как бы еще не делает. И взять землю. Теперь ждем, когда он поставит лейку и пойдет пить кофе. Ой. Так, значит, ждем, когда он попьет, а потом быстренько идем вниз. Придется немножко побегать с соседом. Ну, как побегать? Он прячется в кафе, с соседу придется побегать. Потому что по-другому нам не сбежать было оттуда. Проходить мимо этого попугая довольно непросто. Так, отлично. Все, теперь мы можем сделать вот так. Грязную обувную щетку используем. А потом идем на кухню использовать землю. Используем землю на банке с кофе, собственно, в кофемашине вот этой. Ну и, собственно, ждем, когда сосед пустит вниз. Нам надо будет положить банан вот сюда. И дело в том, что это стоит делать именно в тот момент, когда сосед, вот, собственно, идет пить кофе. И потом после кофе, собственно, пойдет, побежит зубочистить. Вот лучше именно к этому моменту примерно поставить банан. Потому что, потому что, если банан заранее поставить, он может исчезнуть из-за бага. Да, да, да. Тут есть баг, из-за которого банан может просто исчезнуть. Я наткнулся на этот баг, пока играл во второй сезон на видео. Вот самое время сейчас. Желательно поставить его вот тут левее. Потому что нам выходить из шкафа и потом идти вот наверх надо будет. Так будет быстрее немного. Собственно, сосед тут обронил ключик от аптечки, ведь он носил его на себе. Так, выходим из шкафа, берем ключик этот и махом идем наверх. Здесь можно пробежать вот так, попугай нас не заметит. И делаем пакости собственно вот здесь теперь. Далее нам придется посидеть под кроватью, потому что другим способом нам не избежать. К сожалению. Вот так вот на цыпочках проходим. У нас, к сожалению, нет времени на пагость смотреть. открываем аптечку и просто махом сюда бежим устанавливаем яд в леечку. Просто махом вот просто делаем вот так и тоже махом вот так вот бежим. Вот так вот, чтобы сосед не про... чтобы попугай нас не заметил. И вот именно ближе, когда он подходит, уже использовать бег, чтобы не попасть соседу. И используем также яд собственно вот здесь. какая-то дрянь летает в комнате маленькая. Блин! Тварь какая летает! Так, собственно, поднимаемся туда, потому что сед далее пойдет на кухню. Ой, извините. вот так вот, сто процентов. Да, собственно, чтобы пройти этот уровень на сто процентов, вы должны сделать в точности так, как я показал. дорогие друзья, я заметил, что не все из вас знают о том, что у меня есть еще влоговый канал, который просто называется Максим Артемов. я выкладываю сюда какие-то короткие моменты из своей жизни без всякого какого-либо монтажа, просто снятый на мобильный телефон. Иногда я буду сюда выпускать некоторые вырезки с интересными моментами с канала Максимадзе. Так что переходите, подписывайтесь на этот канал, ссылка в описании. Так, следующий уровень хрюшка у нас идет. Поехали, хрюшечку пройдем на сто процентов. Так, значит, заходим сюда, берем здесь вещи, идем на кухню, смотрим, что есть у нас здесь. Значит, смотрим холодильник, тут у нас соус есть. Далее вот так вот крадемся и набор химикатов сначала берем. Берем чипсы, а затем спускаемся вниз. чипсы, кстати, здесь перченые чипсы, их можно превратить в обычные, используя вот этот столик химический. Так, здесь нам придется тут посидеть, потому что нам наверх пока не пробраться из-за попугая. Короче, если перченые чипсы использовать, то попугай в омрак упадет, а может и умрет, даже не знаю, как как тут это работает. Давайте так пройдем, че, пофигу в принципе. Делаем вот так. Кнопки на кровать пока не кладем. Так, хватаем ключи, используем кактус и соус. Так, не получилось, давайте еще раз. Дело в том, что надо было кактус заранее поставить, потому что все сразу сделать не успеваешь, к сожалению. Ладно, как будто ладно, короче, заново. Немножко я тут подзабыл, вернее, не успел, надо кактус заранее ставить, потому что иначе, как вы уже поняли, он не успеет удрать. Сосед спит очень недолго. берем чипсы. Короче, если использовать перченые чипсы, подложить, то попугай, как я уже сказал, в омрак упадет или умрет, я не знаю. Можно их превратить в обычные, не перченые, используя этот столик и и положить их туда. Тогда пакость тоже сработает, однако будет другая анимация, но и попугай, он как бы останется цел. Он будет. И нам выгоднее все-таки будет, наверное, использовать перченые чипсы, потому что если попугай упадет в омрак, мы можем беспрепятственно мимо него пройти. Да и на самом деле скорее всего смерть попугая это более каноничный вариант, поскольку в следующем уровне попугая и попугай не появляется, а в дальнейшем на стене его голову может будет увидеть, насколько я помню. Так что это более каноничный вариант перченые чипсы именно подсунуть. Значит рожок используем на газовых баллонах, берем собственно газовый баллон, так отлично кактус я поставил, вот теперь мы можем успеть удрать. Как я уже говорил, кнопки пока не ставить. А теперь удрать надо очень быстро. применяем эти пакости. А теперь вот что надо сделать. Надо в этот рожок погудеть. Но вот именно ждем тот момент, когда вот тут в облачке появится бутылочка. вот. Потому что если слишком рано задудеть, то да не ой дебил. Я ненавижу эти баги. А теперь идем наверх снова и уже использовать кнопки. Потому что если бы мы заранее задудели, он бы пришел сюда, а потом обратно пошел бы к ключам. кнопочки я поставил и теперь выходим на улицу. Впрочем, я бы мог бы и не перченые чипсы использовать. Я бы все равно сюда уже не пошел. Надо было использовать, чтобы вы увидели анимацию. Ну ладно, пофигу уже. Значит, теперь ждем сначала когда он попадется на кнопки. И далее он будет спать уже не просыпаясь. Без вот этой вот шкалы. И вот мы вот посвистим и от этого он проснется. Это мы его так разбудили. Так будет сработано пакость. И идем на кухню, не в шкаф. Именно на кухню. Потому что если мы зайдем в шкаф, то вот как видите, он заходит сюда, и мы выходим из шкафа и проигрываем. То же самое было, когда мы второй сезон играли. А до ванны он бы не успел добежать. Так что единственный вариант бежать на кухню. Собственно прошли на 100% и остался последний уровень это барбекю. Проходим его на 100%. Значит если бы мы попугаю не перченый чипсы бы подложили, он бы плевался потом этими семенами бы потом или ой то есть не семенами а выплевывал бы эти чипсы короче но он бы остался цел, он бы не упал в морг короче надо было вам это показать ну впрочем в принципе можно было не тратить время на то чтобы пытаться эти чипсы так вот с ними сделать то что в принципе я думаю перченые чипсы все-таки более выгодный вариант барбекю поехали этот уровень я не смог пройти в тот раз потому что я ни одну пакость я не нашел вот так вот мне ее пока подсказал подписчик вы потом вы сами чуть позже увидите все значит собственно берем вещи вот здесь ждем когда песик заснет все теперь идем и хватаем тапок дрень какая летать задолбалась так и нам выгодно будет спускаться здесь потому что мы не успеем на цыпочках сюда дойти значит далее так можем сразу в принципе тапок положить суем тапок вот сюда пакостить как бы начинаем прям сразу как у него пес чапкает вообще жесть так и собственно нам придется немножко побегать с соседом потому что нам нужно время чтобы сделать пакости здесь а блин так я не успел короче еще раз еще раз траектория соседа по которой он бежал еще на самом деле не очень подошла короче я забыл взять опрыскиватель из тумбочки ждем ждем когда песик заснет и хватаем тапок пускай вниз я надо не забыть просто здесь сосед слишком много просто заходил на третий этаж и из-за этого мне было неудобно давайте сразу тапок положим а можем мы кстати и вот так сделать у нас таким образом будет еще больше времени чтобы пакости сделать вот сейчас у нас даже есть время чтобы взять предмет все вот здесь а также огнетушитель испортить так прячемся пока подкрывать а в принципе можно и сейчас он все равно пока на первый этаж будет а все он перестал уже искать собственно делаем пакости вот здесь и в принципе мы готовы давайте еще раз побегаем в принципе это не навредит прохождению на 100% так все готово и теперь короче применяем зеленые таблетки на мясо для собаки дальше смотрим внимательно смотрите бутылка это падает и разбивается от нее остаются осколки которые мы должны взять сейчас идем наверх чтобы сделать пакости у стола осколок на стул а уксус сюда по традиции все в принципе на 100% уже мы все сделали остается только наблюдать что ты встал я аж тебе приказал спуститься вниз все замечательно все готово для стопроцентного прохождения остается только наблюдать именно именно вот эту бутылку я не знал про эту бутылку что она падает вниз когда второй сезон первый раз сыграл я ее не заметил я про нее не знал так теперь ждем когда он собственно возьмет мясо и покормит пса своего потому что вот эти таблетки зеленые это зверин и сейчас будет жесть пес не того за жопу хватает вот пожалуйста сто процентов прошли этот уровень на сто процентов замечательно ну что ж вот такой вот гайд по прохождению уровня сто процентов кстати говоря я вот этот вот этот я говорил что когда первый сезон играли на сто процентов я пытался этот уровень играть вот этот трудный режим он не проходится не проходится опять видимо из-за недоделки или ошибки я я пробовал я как бы прошел то есть на этом уровне уводит три жизни то есть его нужно три раза поймать собственно я смог это сделать но когда мы его ловим в третий последний раз игра крашается и вылетает я пробовал два раза оба раза игра краш носи вылетела при третьей при третьей поимки вуде собственно а перезаходя в игру следующий уровень сложности не открывается так что видимо так что видимо этот режим мы вот этот бонусный уровень мы до конца пройти так и не сможем с вами еще кстати у меня есть вопрос вот к этим вот режимом во первых будет доступен по дефолту в полной версии чтобы открыть этот режим пройдите режим сладкая месть награда за каждый сезон должна быть не хуже серебра то есть чтобы мне это сделать надо пройти вот этот уровень еще на галочку со звездами вот этими тогда будет серебро и вот я как уже говорил это очень сложно там из-за пробки которая бажится постоянно будет интересно в этой версии бете откроется этот режим или нет надеюсь что мы скоро это узнаем следующий чтобы открыть режим пройдите режим адские каникулы оскар не обязательно должны быть выполнены сипакости вот это я так понимаю режим адские каникулы будет полной версии так значит и последний вот этот ну не считая режим мини-игр чтобы открыть этот режим вам нужно пройти другой закрытый режим который открывается после прохождения режима сладкая месть и режим адские каникулы собственно вот уровни из адских каникул и чем будет примечателен режим адские каникулы будет интересно узнать когда выйдет полная версия когда она выйдет неизвестно но будем надеяться что скоро все надеюсь что не затянут хотя к сожалению вероятность того что она выйдет не скоро на мой взгляд высока и надеюсь что эти режимы будут что-то реально интересное себя представлять не то что в консольной версии когда соседа там было четыре режима и помимо стандартного еще три режима и они ничего ничего особенного не представляют в себя это просто увеличенные сложности не более того значит на сегодня все с вас и коз подписаться с меня эпичные видосы я пока не знаю когда про и по научу третье зона 100 процентов проходить так что не знаю когда выйдет гайд по нему очень сложно его пройти меня пока не получилось короче подписывайтесь также на мой влоговый канал на него ссылочка есть в описании и вступать в руку вконтакте всем пока и